Здравствуйте! Сегодня я и мой товарищ депутат, я, соответственно, Леший. Вы, наверное, скорее всего, подписаны на мой канал, раз вы это видите. Будем производить определенный операт. Будем попытаемся попасть сейчас в лес. Ну, в лес, скорее всего, мы попадем. Вопрос следующий. Поступила оперативная информация, что в лесу содержится так называемый чепыш. Мы не уверены, что это чепыш, но если это он, мы его, соответственно, поймаем и будем производить уже определенные мероприятия по ликвидации данной нечисти. Ну, так что сейчас будет кат и мы по этому уже в лес. Как видите, мы приближаемся к лесу и видим все меньше и меньше цивилизаций, каких-то цивилизованных моментов жизни, то есть уже распитые старые какие-то дороги. Это остатки наследия Великой Древней Советской Империи, существовавшей тысячи лет. Мы живем сейчас на ее рынок, но ничего, пойдемте дальше. Как видите, мы уже сейчас попали на территорию леса. Пока что это только начало и тут еще встречаются всякие грибники, люди с собаками. Дальше мы пройдем уже в гущу и там, возможно, мы найдем так называемого чепыша. Оставайтесь с нами, я смотрю на конце. Ах, и как после этого можно бросить Россию? Ребята, мы сейчас поглубились немного в лес и нашли удивительное место. Скорее всего, это пруф того, что мы встретим здесь чепыша. Как видите, здесь ветки сложены определенным образом. Вот на таких штуках спят чепыши, это важно. Также, как видите, здесь немного погрызена кора, соответственно, они этим питаются. Вот, но самое-самое главное, что мы нашли здесь, это бассейн, болото, бассейн-болото, легендарный бассейн-болото. Такие штуки роют чепыши обычно группами, соответственно, потом там они отдыхают. Как видите, тут много пивных банок и сигарет. Подстаньте, пожалуйста, он там вот есть. Пивные бутылки и сигареты, соответственно, ни в коем случае не могут быть оставлены здесь людьми, потому что, ну, кто вменяемый человек, будет курить и пить в парке. Это, соответственно, делают негодяи чепыши. И, как видите, они очень маленькие, поэтому они не могут вылезти из бассейна. Вот здесь специальное бревно поваленное, чтобы они под нему взбирались и выходили оттуда. Да, также, как видите, здесь определенная прослеживается правильная геометрическая форма. То есть, соответственно, идеальный четырехугольник. Это не могло появиться просто так. Очевидно, это вырыто кем-то. Люди таким заниматься не будут. Зачем им рыть посреди леса какие-то каналы? Соответственно, скорее всего, это сделают чепыши. Да, также, как видите, можете заметить, здесь находятся пахмешки. Очевидно, они их украли, чтобы сжечь и угореть с этого. Они-то ими любят заниматься. Они-то ими любят заниматься. Они-то ими любят заниматься. Вообще, на самом-то деле, у меня имеется определенный опыт в ловле всякой нечисти, соответственно. Конкретно чепышей я пока не ловил, но я не думаю, что это сильно отличается от ловли барабашек, всевозможных чертей и прочей поганой нечисти. Стоит учесть, что у нас богатый опыт ловли гномов-хуикрадов. Гномов-хуикрадов я поймал немало, соответственно, это делается очень легко, берется вантус. И все, в целом вы уже обезопасены. Ну, у вас есть как бы определенная броня, считай, да? Но лучше всего, соответственно, перекреститься. Перекрещиваешься? Это просто, ребята, это очень просто делается. Хоп, 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 хоп. И поклонился. Прошу заметить Лешего, что вон там был обнаружен чепыш сегодня. Что-то похожее на него. Что-то похожее? Да. Но вы не были уверены, что это было? Я не уверен, возможно, это была птица или человек. Возможно, это был пьяница, но мы не уверены пока что. Хорошо. Мы будем проверять эту информацию. Сейчас, скорее всего, мы найдем, потому что мы нашли очень много пруфов, очень много доказательств, большое количество фактов, указывающих на возможность, я повторяю, возможность, наличие чепыша в этом лесу. И невероятное количество обращений от людей. Да, как бы люди жаловались, особенно кто-то тут живет недалеко. Соответственно, они приходят сюда, а чепыши нападают. Они очень любят грабить людей. Они очень любят всячески донимать и мешать людям жизни. Поэтому будьте аккуратны, ребята. Если что, звоните, пишите нам. Абонентский ящик у нас имеется. Так что давайте. Как видите, опять же, мы вот отошли буквально от нескольких метров этой дорожки и увидели, опять же, ровно поваленные бревна, ровно поваренные стволы деревьев, что, безусловно, безусловно, напоминаю, говорит нам о наличии здесь некого чепышского логова, возможно, какая-то стоянка временная. Потому что, как видите, они... Здесь их очень много. Это явно живет здесь не один чепыш. Их, как минимум, пять. Как минимум, пять. Скорее всего, здесь у них какая-то база. А надстройка? Надстройка имеется, я уверен. Хотя пока что ее нет, но она скоро будет. База всегда ждет после себя надстройку, ребята. Запомните это. Карл Маркс. Ребята, мы сейчас слышим определенные звуки. Возможно, это чепыши. Покремите, пожалуйста. Звуки утихают, как только включаются камеры. Они услышали нас. Ребят, они у нас услышали, поэтому сейчас я быстро надеваю балаклаву, потому что чепыши, они сразу... Они маленькие, прыгают на спину, на такую лицо. А у пирата, к сожалению, балаклавы нет, поэтому она в определенной зоне риска. Стоит это учесть. Поэтому, ребят, ставьте лайки. Мы рискуем своими жизнями. Но все во благо... Во благо ваш... Во благо вас, во благо русского народа. Нечисть должна быть уничтожена. Ладно, мы пойдем. Сейчас у меня есть определенное оружие, чтобы защищаться от чепыша. Если что, он прыгает. Опять же, у меня лицо защищено. Я делаю вот так. Все, он умер. Мы готовы. Идемте дальше. В четырнадцать пожал. В восемьдесят восемь. Что меня понял? Ну-ка руку к солнышку подносим. Бриды под машинку щи. Если бьют, не пищи. Если хочешь долго жить, тварь закладки не ищи. Говоришь, готов умереть за родину. За ее просторы. Черную смородину. То начни с того, чтобы за нее пожить. Эй, русский, что? И хватит, сука, пить. Если колоть тестостерон. Если пить казеин. Если колеса, туринобол. Если курить. Драк в руку. Не мушкетер, но нашу шпагу. Не солдат, но в берцах. Лысый череп. Я не из бразерс, но могу доебаться, как нехуй. Там чепыши. Ребята, видите, там в конце чепыши. Мы сейчас побежим на него. Попытаемся его поймать. Давайте, Маня, быстрее. Бежим. Тихо, тихо, не испугай. Притаясь. Надеюсь, мы выживем. Это просто мрак. Вот он совсем близко. Он совсем близко. Второй вышел. Второй вышел. Ребята, два чепыша в одном месте. Уфай камера, уфай камера. Топухая сигаретка. И сегодня я походу не дойду. Топухая сигаретка. Топухая сигаретка. Топухая сигаретка. Очень долго дрались. Перенесились вот в этот лес. Небольшой лесок. Двумя ножами. Двумя антихристскими ножами. Я наносил двойные удары. Обязательно. Вот такая техника. Махающая, да? Вот. Потому что чепыши их очень много. Они не нападают по одиночке. Они тебя как рой облепляют. Тебе надо наносить вот так вот в разные стороны удары. Вот. И только тогда ты сможешь выжить. Потому что надо обязательно... Я, к сожалению, не было балаклавия. Они могли расцарапать мне лицо. Но, как видите, я здоровый, чистый. Отбился от них. Спас нас. Сейчас мы попытаемся поймать одного из них. Если получится. Ребята, как видите, после страшной и опасной битвы мы решили сделать небольшой перевальчик. Соорудили небольшой шалаш. Я опытный выживальщик со стажем. Как бы леший. Не просто так вырос в лесу. Дитя природы. Для меня сделать такое жилище, соответственно, мне не представляется чем-то трудным. Буквально за 15 минут сваял вот такую штуку. Сейчас мы здесь с оператором переждем. Отдохнем немножко. Наберемся сил. Покурим. Важно. Потому что табачный дым, как известно, он отпыгивает комаров, мушек всяких. И, разумеется, всякие злые силы. Это важно. Вот, соответственно, сейчас немножко тут разойдем костерок. Ну и согреемся немного. Мы вдохнули, набрали сил. Закончили привал. Соответственно, вот потушили костер. Ребят, всегда тушите костры. Это очень важно. Пожары лесные. Это очень-очень опасно. Много случаев, когда люди просто забыв там потушить костер, просто уголь залить там водой или сигарету бросили и не затушили. Люди, поймите, очень большой вред наносится к системе. Очень большой вред. Это очень опасно. Поэтому, ребята, с огнем всегда надо быть очень осторожным. Ребят, мы пока отошли в метрах, может, на 500 от нашего лагеря и заметили очень интересную вещь. Я думаю, вам стоит про это поглядеть. Наши предки, гиперборейцы, славяно-русы, очень большое внимание оказывали физической активности, физической культуре, культ воина. Это было очень важно для наших предков. И, соответственно, вот подобные спортивные залы раньше стояли по всей России. Люди здесь тренировались, чтобы становиться могучими и сильными, бить басурман, защищаться от нечисти. Это было в крови наших предков. Покажи, пожалуйста, покажи, что здесь есть. Соответственно, вот, как бы, для отработки двойных ударов, потому что надо бить обязательно двойным ударом. Один удар – это слабость. Два удара. Двойной. Видите, двойной удар. Вот. Потом, соответственно, что же у нас еще имеется? Понятное дело, всевозможные брусья. Брусья – это очень важно, чтобы качать спину, руки. Это все прекрасно. Турники. Турники – опять же, отличное дело. Придумка наших предков. Турник. Потом, разберем, откуда пошло это слово. Соответственно, вот. Также в центре, разумеется, совмещенный и идол, и боксерская игрушка. Соответственно, можно отрабатывать всевозможные удары. Опять же, двойные. Войной удар. Вот. И тройной идол. Идол, соответственно, Перуна, Велеса и Дождь Бога. Собравшись в три вместе, они заряжают тебя великой, могучей силой предков. И ты становишься непобедимым. Ты становишься непобедимым. То есть, опять же, бам! С каждым ударом ты становишься могучей. Ты становишься сильнее. Все. Кстати, ребят, мы сейчас тут определенную перебраву переходим. В древние времена в России тоже дороги были говно. Но, снимите, сними меня, сними меня. Вот. Но, в древние времена это было в буквальном смысле. И поэтому все перебирались по вот таким специальным деревянным деревянным штукам. Вот. Соответственно, и поэтому русы ходили всегда по древу. Древо это основа жизни. Древо это помогает не замарать ноги. А это очень важно, потому что ноги это то, как мы контактируем с природой. То есть, это то, чем мы ходим по земле, по земле матушки. Вы понимаете? Вы ходите по своей родине. Мы уже довольно долгое время находимся в странстве. Как видите, мы уже была схватка придет с чепушами. Пока что мы еще ни одного не нашли. Тех, которых я прогнал, мы их смогли прогнать, но не смогли поймать ни одного. Вот. Пока что уже, видите, дело близится к закату. Соответственно, скоро, возможно, потемнет. Ночь, время нечисти. Чепуши в это время сильнее становятся, тем более, рядом с их стойбищами. Мы должны быть более аккуратными. Возможно, сейчас что-то произойдет, но мы будем бдительны и стараться сохранять холоднокровие, расчет и обязательно оптимизм. Ребята, оптимизм в таких опасных деяниях всегда очень важен. Оставайтесь с нами, смотрите дальше. Это Россия, матушка Россия. Мы верим в Перуна, верим в Перуна, ведь руна нам дана. Мы верим в Перуна, верим, верим в Перуна, ведь руна нам дана. Мы верим в Перуна, верим, верим в Перуна Мы верим в Перуна, верим, Руна нам дана Это не рэп на русском практике, это русский рэп И если нас услышит доктор трэм, мы как выстрел В наших странствиях мы встретили еще один удивительнейший объект Наследие былой цивилизации Останки древней империи Древнерусский телевизор, господа Это важно Сейчас мы это посмотрим Наши предки, несмотря на всю их мудрость, силу и отвагу Не обладали теми технологиями, которыми мы обладаем сейчас У них не было интернета, не было сотовой связи И не было, соответственно, телевидения И вот подобными вещами развлекались наши шизопредки Соответственно, вот один самый убогий и забавный Вот в этой рамке стоял и рассказывал всякие шутки, кайбаутки, веселые истории Какие-то интересные небылицы Ну, соответственно, вид, она очень большая Потому что рост гиперболитов, соответственно, был 3 метра в среднем Высоким считался 3,50 Вот, поэтому для них это было нормально Для них это не было чем-то высоким Какие дела? Чепышский чернозем Вот сейчас, опять же, мой оператор, как не столь опытный человек в делах нечисти и мистики Совершил огромную ошибку Кто-то скажет, это чернозем Ничего подобного Выгребные ямы чепышей Здесь срут чепыши, вероятно всего Так что, ребята, аккуратнее наступайте на это, потому что это проклятая земля Вообще, как видите Вы знаете врага в лицу Подснимем Места здесь гиблые, очень страшные, мало света Мест очень дремучий Надеюсь, на нас никто не нападет Сейчас вы можете слышать звуки птиц Это, конечно, и птица Соответственно, мы далеко от города Здесь нет шума Здесь есть чистая природа Природа это то, что в каждом из нас Поэтому, ребята, не хулийте природу, не забывайте про нее Это очень важно Все мы вышли из земли И все мы вернемся Поэтому, ребята, уважайте птиц Уважайте деревья Уважайте всех лесных созданий Не мусорьте в лесу Живите правильной и правильной жизнью И тогда жизнь вернет вам в троекратном размере вашу радость Понимаете? Поэтому... Но, понятное дело, что в лесу место такое Тут и опасности всякие было Поэтому никогда не забываем носить с собой оружие самообороны Нож в этом плане идеален Он и хозяйственно-бытовой предмет И в случае нападения может спастилась Не игнорируйте нож Человечество образовалось, держа в руках нож Опытный выживальщик преодолевает водную преграду Вот и все Такие дела Ребята, Леши с вами Ребята, только что нашли чипыши Ладно, по дороге Черный чипыши Черный чипыши Ребята, пробежаемся опять к очень странному объекту Сейчас даже моих знаний уже не хватает Я не совсем понимаю, что это такое Возможно, какая-то странная постройка чипышей Возможно, это наши предки строили Непонятно Но сейчас мы проследуем Если бы мы знали, что это такое Мы не знаем, что это такое Если бы мы знали А так, мы не знаем Ромбическая форма Да, опять же Это некий указатель Возможно, это некий указатель Ребята, возможно, он показывает На сколько это очень важно Ну, это, кстати, класс Хотя мы опять же не уверены То есть, видите, такое дело В лесу, в лесу Прошу заметить, камень идеальной формы В лесу нельзя быть в этом форме Потому что это очень меняющаяся постоянно Инфраструктура Она непонятна Она удивительна Она всегда новая И тем самым она влечет нас к ней Понимаете? Тем самым нас влечет вот в эту внутрь В эту непонятную, незавидную глупость Обратите внимание Ствол повален и зажат между двух Возможно, опять же, возможно Это работа гигантов Мы не уверены, что здесь не водятся гиганты И, кстати, оператор Сделал на самом деле Одну очень интересную ошибку Это общепризнанная И понятная лично для меня Я, как уже опытный выживальщик Могу вам это сказать Поднимите, пожалуйста Вот то, что вы назвали камнем Это не является камнем Это яйцо великана Яйцо великана Не в смысле половой орган А в смысле Они их высиживают Вот из подобных яиц Возможно, в будущем Вырастет какой-нибудь великанчик Но это маленькое Скорее всего, будет небольшой Из более крупных Вырастают, конечно, побольше Экземпляры Возможно, здесь, опять же Проводилось какое-то Свидание великанов Как видите, после их секса Бывают поломанные ветки То есть, опять же, это может быть Сломанная ветка после секса великанов Это может быть какой-то указатель Древних русов Мы пока не знаем Но мы сейчас проследуем дальше И узнаем, что же там находится К сожалению, пока что чепушей Мы здесь не видим Цель нашей вылазки Чепушат Но мы от них отбились Возможно, они сейчас Нас немножко Как сказать Побаиваются Побаиваются Да, да, да Понятным причинам Ну и пока что мы идем И опять же, говорю Сломанный ствол Это очень странно И непонятно Но Похоже, мы сейчас почему-то увидим Не переключайтесь Мы прошли от указателя Буквально метр двадцать И что мы видим Кресло Скажете вы Трон Скажу я Очевидно, что здесь Кресними танцами И вином Они устраивают невероятные оргии Скорее всего, здесь Было пролито около пятнадцати литров Таефийской спермы Поэтому, кстати, как отметил оператор ранее Деревья очень скользкие Ребята, мы только что заметили группу эльфов Мы стараемся вести себя максимально тихо Чтобы они нас не заметили Мы снимаем Но они нас не видят Оставайтесь с нами Отойдя немножко в сторону Мы заметили удивительное Как видите, опять же доказывает Что возможно здесь Было некое собрание эльфов Великанов Что показывает Соответственно, там были Трон Эльфы там ебались Там были великаны поломанные С ветки Там они ебались Соответственно И, как видите, здесь повсюду разбросаны Я говорю, это не булыжники Видите, он порос мхом Значит, он тут лежит давно Значит, скоро Вот из этого яйца уже вылупится великан Скорее всего, он будет Ну, первое время немного хуевать От всего происходящего Но потом втянется к тем Выйдя на дорожку Буквально отойдя там метров Пятьсот, полкилометра Мы увидели странный объезд Надеюсь Сейчас мы подойдем И узнаем, что это такое Пошли Мы тут на ветке Одно из веток нашли Оружие ящеров Антихристский кинжал Крови Крови Сделан для убийства русов И морального разложения Ребят, мы только что Засняли определенный Тайан чепушей Подходить дальше Очень опасно Видите, они вырыли В бро Чтобы люди туда Случайно не попали И, соответственно Дальше мы идти уже Побаиваемся все-таки Немного Вот Потому что, видите, там из их Жилища Видимо, очень крупное гнездо Вот Подснимите Куда-то Да? Подойдите, кудри Прошу Отметить, что Яма, скорее всего, заполнена Калом Калом, калом Причем кипяченым Разумеется? Здесь очень сильный запах Воняет ужасно Ну и все Такие на наших тропах Да Да, да, да Вот Но В будущем мы, как видите, здесь обнаружили Гнездочек шеи Поэтому в следующие разы будем приходить и пытаться уже их выжигать, вытравливать Потому что И бить антихристским ножом Бить двойными ударами Это важно Двойной удар И четвертовать антихристским кинжалом Мы постараемся их изгнать из этого леса Ребята, на этом мы с вами прощаемся К сожалению, чепуша не поймали Но Мы будем продолжать работать в этом спектре Подписывайтесь Ставьте лайки Комментируйте Рассылайте всем знакомым Люди должны знать правду Исследуйте Находите новое Правда где-то рядом Луна проснется И снова зверь Во мне очнется Забрали чары Души покой Возник вопрос Кто я такой? Субтитры сделал DimaTorzok